всем приветики дорогие друзья с вами я доминика мы уже проснулись как бы я давно проснулась помогла папе по хозяйству вот пришла разбудила доминику не хотела вставать разбудила карину тоже она с вами валяется в общем тема видео у нас сегодня такая сегодняшний день поедем менять доктора поедем в город вот к детскому педиатру так как у нас в красном детского педиатра нету у нас есть только терапевт вот врач общей практики и у нас их два один на втором этаже один на первом этаже то есть красное очень большое участке поделили вот часть пациента входит к одному врачу часть ходит к другому врачу как такового детского врача карина у карина сухой кашель у антона сухой кашель и это самое скажи всем привет привет всем привет а у дымя ники с мокротой кашель в общем такая история ты антон у нас сейчас опять приболел на каркала наде что антон болеет редко вот во первых сам виноват были молоза были холода надо мама говорила где твоя шапка в кармане в рукаве вечно шапка вот но ты ладно у нас тема больше где без доминикой доминика у нас болеет с девятнадцатого даже раньше девятнадцатого нас было понедельник значит 17 октября доминика у нас болеет 17 октября то есть суть того что мы в субботу 17 октября пошли на прием к врачу с тем что у нас доминика проснулась с тяжелым дыханием то есть ну похоже болезнь на ларингит вот пошли к врачу с антибиотиков там ничего не выписали нам выписали только одна вторая амбраксола одна вторая дротверина это нож по одна вторая кетоцифена капли афлубин пшикать с горла нос септомирином и свечи виферон пять дней мы ставили значится вот мы так вот пять дней пролечились вот улучшений никаких не было наоборот только ухудшение появилась к этому тяжелому дыханию появились сгустки соплей скажем так извиняюсь да мокроты в носе и они через сами носовые пазухи вот ну так вот не выходили они сидели там внутри заседали в горле вот нам врач сказала что у вас начинается начался легкий кашель а стало вас с кашель начинается из-за того что мокроты сидят в горле раздражают ребенка вот ладно хорошо то есть опять же оставили ничего не так хорошо вот начались там окроты сходить ничего не добавили добавить только того чтобы сначала промывать хорошенько нос физраствором либо солевыми какими средствами так и плюс капать носик все те же самые лекарства мрак солдрат и верин китоцифен все это оставили прошла неделя 7 дней короче прошло после этих семи дней у нас деминики поднялась температура вот пошли мы к врачу в пятницу получается 5 дней прошло пошли врачу к пятницу и был врач уже не тот который нас изначально смотрел а уже была совсем другая врач вот на что нам то врач сказала от поднялась температура давайте добавим антибиотик амоксицелин вот хорошо добавили амоксицелин через два дня на прием нам сказали то есть в понедельник да я через три дня во вторник на прием я уже запуталась в общем короче пошли мы опять на прием к врачу и говорю у нас уже кашель начался с легкой мокротой вот ребенок уже начинает кашлять даже не то что она кашляет днем а даже когда спит ночью она не может спать от того что у нее душит кашель нам к этому дабы к тем лекарствам что мы и пили нам добавили еще серов бронхоммунал то есть это отхаркивающиеся средства средства такое да добавили бронхоммунал сказали во вторник на прием это было 5 не сказали во вторник на прием хорошо приходим во вторник на прием нас опять принимает вторая врач та которая смотрела первое чем вы пришли спрашиваю да как у вас дела какого состояния горя уже не знаю кому что говорить сегодня один врач завтра второй врач послезавтра опять третий врач то есть у каждого своя методика свое лечение в итоге я напросилась на прохлевание они нас ничего не назначали мы ходили прохлевать носик лазарем так я снимал это видео и прогревали бронхи сама уже даже начинаю от них кашлять вот добавили сиропа добавили все прошло еще пару дней пришли мы опять на прием мокроты в носе исчезли горлышко сказали у вас хорошо я говорю так она нас кашляет и каши кашляет не просто там кике да а нормально кашляет видно что туда все выходит и она ее раздражает этот кашель выводит аж вызывает такое вот ну как вы как рвоту на это неприятно же да вот но она не говорит такая это у вас остаток ничего страшного все таблетки отменяем пьем только бронхоммунал еще три дня в общем пропили мы еще бронхоммунала три дня у нас улучшений никаких и не наблюдаю но было лучше не только в том что она ночью спала и не кашляла что такое писать хочешь вот и сказали нам все к нам приходить надо пару дней бронхомна попить и и уже можете приходить за справкой идти в садик как мы можем пойти в садик если у нас уже сегодня у нас понедельник на всю субботу все воскресенье у ребенка температура 38 2 38 4 37 это была редкость а 38 свыше 38 когда не лезь к ней пожалуйста свыше 38 температура держится то есть она поднимется мы я и дам ему профен собью через пять-шесть часов опять поднимается температура вот сегодняшняя ночь допустим мы ложились спать вчера был стрим у семи данилову катьки вот я там писала что у нас температура поднялась она была капризная плакала визжала в общем дала я и группа и бафрофена буквально за минут 30-40 температура спала она уснула нормально спала всю ночь в 6 утра она подорвалась она была у меня вся горячая опять температура 28 4 хотя говорят такую температуру сберывать не надо но я не могу смотреть как ребенок мучается как она вся красная как она вся горит руки и ножки у него холодные вот дала я и снова этого бафрофена ну на данный момент вот мы сейчас проснулись у нас 9 часов дня уже вот и как бы пока температуры нету и вот мне в на стриме говорят идите к своему врачу или вызывайте на дом врача детского так он уже не детский врач это врач общей практики это не детский врач ну и смысл мне ее вызывать на дом и не таскать на поликлинику вот если она те же самые врачи 17 октября сегодня у нас 4 ноября ребенок и до сих пор не выздоровел скажите вот как можно так лечить как так можно лечить не вылечить ребенка поэтому мы решили не будем мы по не пойдем к нашим докторам вот поедем город посмотрим что скажут нам там может там нас хоть на снимок отправит и еще дал кстати вот наша врач которая стала вновь во вторник он сказал что попейте еще бронхомунал и все уже вы уже вызревите но ты же не видела изначально ребенка то есть нам справку практически закрыл тот врач который изначально нас не принимал то есть она не видела первое состояние ребенка когда мы антон свали с камеры когда мы пришли в поликлинику когда не было тяжело дыхание ты же его не видела какой не было дыхание какой не было первичное состояние почему ты берешь на себя такую ответственность и закрываешь нам справку но отправь на снимок не знаю скажи придите еще там ну не то что все идите в садик придите еще через два дня посмотрим что у вас никому ничего поэтому наше решение было ехать в город вот и это решение поддержали почти вчера все что нужно вести ребенка и показать нормальным хорошим специалистам вот не знаю насколько это мы не хорошими к ним ни разу не обращались поэтому но выходы пробовать надо всякие вот конечно же не хоть не хотелось бы вообще загреметь больницу потому что нужно быть дома надо папу нашему ложится в больницу у него по ходу паховая грыжа и уже давно вот все тянет все терпит лежит работу его стараюсь сделать я вот тяжелого ничего поднимать нельзя ой короче накрыла нас со всех сторон я не знаю короче трындец какой-то где мои девчонки улеглись в зеркало смотрится он туда вот в зеркало смотритесь ну что пойдем пить чай бутербродики поедем города но там я еще включусь скажу что нам сказали так или мы сидим в очереди до 40 доктору пойдем выйти на скажем что нам сказали ну вот ребят вышли мы уже от доктора короче удивились почему мы к своему не пошли вот сказали все врачи хорошие доминик опять поднимается температура сказала через два дня опять приехать прослушаться по выписывали нам тут лекарства таких которых я принципе слышу первый раз о таких лекарствах а наши постоянно как бы как бы ты кто не болела амброксол тебе это самое как называется дротовиры китоцефин либо как называется что есть лартадин все у них больше лекарств никаких нет в общем фенкарол купили купили кого-то там тусикот купили арасептин купили шикать горлышко и доминики антибиотики выписали сейчас я вам скажу что они флемаклав флемаклав салютап вот будем пока пить это а ну еще выписали там лекарства есть сейчас вам скажу как он называется его таких аптеках государственных нет только участников джасет надо купить еще джасет джасет что еще джасет и и все а а и тут джасет не флю джасет какой-то написано не прочитаю честно вам сказать что тут так написали флю что-то там короче вот двух этих вот лекарств вам нужно еще докупить найти в других аптеках ну и доминики сдать анализ криви поэтому она в принципе удивилась как то так мы болеем с 17 октября улучшение никаких только ухудшений и почему нас не отправили на анализы вот и сказала еще вот если будет держаться температура вот два дня этих вот ну когда начнем бить антибиотики сказал тогда будем делать снимок пока снимок делать не будем дышит она хорошо хрипов как бы ну не слышно доминика уже устала и бибиб поедем в питерию купим им пиццу чтобы они уже немножко порадовались вот ну что на этом буду с вами прощаться держите за нас пальчики чтобы мы скорее выздавили анну и антошу тоже круче лечиться и карине лечиться сама тоже уже либо от нервов либо сама уже приболела не знаю начала хрипеть это я уже сама себе тоже должна назначу кусподи сама доктор сама себе назначу сейчас лекарство тоже пропью какие-нибудь антибиотики попшу к горлышку пополощу попьем молоко до кипяченое ну вот как то вот так вот всем спасибо что вы с нами не отказывайте от нас не отписывайтесь подписывайтесь только рады новым друзьям очень сильно стараюсь к вам гости заходить смотреть ваши видео ставить лайки можете зайти ко мне в плейлисты там есть лист понравившийся и можете даже проверить кого я смотрю где пишу комментарии что у меня бегунок всегда до конца красный я всегда видео видео как бы там она длинная не длинная не было я всегда видео смотрю до конца и очень сильно вас прошу как бы друзей меня уже много-много скоро может быть 1000 вот а минут почему-то очень мало вчера зашла в творческую студию посмотрела просмотры просмотры у нас 6 минут 3 минуты 4 минуты ну а видео есть по 13 минут по 10 есть 30 минут я понимаю что 30 минут это много ну я наверно попрошу вас друзья мои если вам не сложно зайдите ко мне на мои плейлисты и там есть плейлист называется для всех в этом плейлисте все все мои видео я их туда добавляю это вид того чтобы было удобно смотреть если вам не сложно не смотрите сами потому что видео очень много там их уже сто с лишним штук и и длина видео тоже очень длинная поэтому я вас попрошу зайдите в плейлист если вы у вас компьютер допустим нажмите просмотр плейлиста сверните в уголочек youtube чтобы он вам не мешал выключите звук допустим ну включите на просмотр и выключите звук все получается вы идете делаете свои дела по дому а в это время компьютер работает и мне минутки набегают с просмотрами он автоматом видоса смотрится и следующий будет включаться включаться так пока весь плейлист не закончится с видео вот дорогие друзья попрошу вас пожалуйста сделайте мне количество часов просмотров я вам за это буду благодарна напишите в комментариях пожалуйста кто смог это сделать я обязательно зайду к вам если у вас тоже есть такой плейлист вашими видео потому что сами понимаете всех всех не пересмотришь а вот так вот включить на просмотр чтобы шли минутки я тоже могу так сделать для вас вот буду прощаться уже так наболтала она показала в принципе хочу сказать что ну не так-то страшно как мне казалось ну для себя вывод нужно искать выходы и нужно искать менять врачей если вам это нужно если вам это окажется ну что ты ей мешаешь но твои рукавички он трогает да вот вредина антоша не огорчайте маму ну мне уже начинает болеть голова в общем ребят все едем мы домой пиццерию домой на этом всем пока ребята